Кролики, альбиносы, насуха, еноты и даже верблюд. Познакомиться с этими экзотическими для Крайнего Севера животными нарьенмарцам и гостям города предлагают в контактном зоопарке. Причем абсолютно бесплатно. С местными обитателями можно не только сфотографироваться, но и взять в руки, а при желании еще и покормить. Впрочем, главное – не перекормить, шутят сотрудники зоопарка. Накануне там побывал депутат Государственной Думы Ярослав Нилов. В прошлом году российский политик подарил некоммерческой организации «Фортуна» двух кроликов, которые уже принесли потомство. Обо всем подробнее в следующем материале. Это мама была, да? Папа вот этот. Вот это папа у нас. Ну, папа здоровый. Да, да, да. Их называют белыми великанами, но для посетителей они просто кролики-альбиносы. Ярко-красные глаза – отличительная черта данной породы, которую вывели в Европе в конце 19 века. В Нареймар животных привезли год назад. Потомство ждали недолго. Сегодня здесь уже 17 альбиносов. Гордость контактного зоопарка. Зоопарк всегда ездит с нами. Всегда ездит с нами на любые выставки, на любые детские мероприятия. И люди их берут на руки. Каждый просит, а вы не подарите кролика? Несмотря на скромные размеры, в контактном зоопарке есть на что, точнее, на кого посмотреть. Вот, например, енот. А это обыкновенная ворона. Здесь она оказалась не случайно. Неизвестные повредили крылья. После выздоровления птица попросту не захотела покидать свою клетку. У этого лебедя довольно интересная судьба. Его подбили местные охотники, добивать не стали, ранили крыло. И специалисты говорят, что летать он больше никогда не будет. Сюда в зоопарк его привезли местные школьники. И сейчас он здесь, в одной клетке, живет вот с этой гусыней. И сотрудники зоопарка говорят, что лебедь идет уверенно на поправку. И чувствует себя здесь довольно комфортно. По соседству еще один экзотический обитатель – Насуха. Ее особенностью являются очень мощные, длинные и изогнутые клыки. Впрочем, несмотря на это, животное вполне доброе и спокойно подпускает себе людей. Да, ну, мы хороши. Ну, мы сладенькие. Ешь, ешь, ешь. Кушнеченько, да? Ой, вкусненько. Все кушает. Любит все. Она приехала с Устьянского района. Там хозяйство распалось, лошадей разобрали, а верблюд оказался не в дел. И рыбак-колхоз-союз нам дал на дорогу денег. И мы его привезли сюда. Разгуливающий по территории конно-спортинного клуба «Фортуна» верблюд уже давно никого не удивляет. Живет в одном вольере вместе с лошадьми. Владелица контактного зоопарка шутит. Обитатели практически не ссорятся. Но порой бывает. Плюнуть может коня. Людей не приведет. Коня плюнуть может от злости. Наплыв посетителей колоссальный. В день сюда приезжает до 70 человек. Это не только дети, но часто и взрослые. Не секрет. Животные – отличное лекарство от многих недугов. Какие чувства вообще, когда держатся? Какая-то радость, нежность, ответственность. Потому что они очень маленькие и хрупкие. И вот страх, как будто они могут выплюнуть и что-то сломать. Как мягкие, пушистые. Это и культура, и воспитание, и хорошее настроение, и положительные эмоции, и сближение человека с природой. Люди будут более добрее, более внимательно. Это и познавательно. Это действительно не просто как на картинке, не в телевизоре и даже не за решеткой. А это возможность самому соприкоснуться с животным миром, покормить, испытать особые эмоции от этого общения. Сам зоопарк на базе конно-спортинного клуба появился случайно, признается Ирина Саварина. Люди просто приносили животных. В какой-то момент их стало так много, что сотрудники решили, почему бы не попробовать. Сейчас в планах некоммерческой организации привезти на крайний север и других экзотических обитателей. Хотелось бы, конечно, видеть для детей необычных животных, например, да, у нас вот знакомые в Питере держат страуса. Мы узнавали, страусы здесь приживаются и жили здесь в холодную погоду. В дальнейшем плане у нас вот находится на территории конюшни сзади, по плану есть территория, которую мы в этом году облагородим. Поставим забор, поставим детские качели, детскую площадку, чтобы родители могли прийти сюда не только покормить животных, отдохнуть, посидеть, покататься, соответственно, чтобы была нормальная площадка. Познакомиться с жителями контактного зоопарка можно ежедневно с 13 до 17 часов. Вход свободный, главное взять с собой угощение. У обитателей хороший аппетит. Олег Котанзейский, Вадим Стасюк, Телеканал Север.